Здравствуйте, дорогие друзья! У нас уже конец сентября. Мы находимся на испытательных участках агрофирмы Аэлита. Здесь именно испытываются новые сорта, гибриды всевозможных культур. С нами Ольга Алексеевна Карманова, главный агроном. И они умеют удивлять. Если летом мы здесь приезжали и наблюдали совершенно потрясающее цветение петуний и других цветов, это были такие ароматы. Потом в теплицах помидоры. Да, все овощи, начиная с томатов, огурцы, баклажаны, перец сладкий, перец острый, арбузы, дыни. Все это у нас было. Ой, арбузы и дыни, вот, дорогие друзья, теплолюбивые культуры так вырастают, такие вкусные. Да, вкуснее бывает, чем на рынке. Да, и вот посмотрите, сейчас мы вот около такого поля, опять теплолюбивая культура, это кукуруза. Кто не верит, что в нашей Нижегородской области можно вырастить сладкую кукурузу, посейте, пожалуйста, эти сорта. Да, это не простая кукуруза, это сахарная кукуруза, можно сказать, диетический продукт, которая вкусна как в свежем виде. Вы не представляете, насколько она сладкая, именно сладкая, так и в вареном виде. И вырастить ее проще простого. То есть вот Ольга Алексеевна рассказала, что прямо здесь, на поле, это был посев. Дорогие друзья, не рассадный способ выращивания, а посев. И вот сейчас у нас третья декада сентября. Початки изумительно вкусные. Я попробовала, не могла оторваться до тех пор, пока не съела весь початок. Это хорошо, что вы на одном остановились. То есть я порой на одном не могу остановиться. Вы знаете, главное, срок посева. Не надо спешить очень рано, но и не надо запаздывать. Это когда почва хорошо прогреется на глубину посева семян. Кукурузу сеять довольно-таки глубоко. Вот когда мы сеяли с девочками на сортоиспытательных участках, я их заставляла палиться, чтобы вот палец уходил как раз в землю. То есть зернышко положили на землю и ткнули пальчиком как раз на всю глубину. Тогда кукуруза будет стоять крепко, она взойдет, и ничего ей не страшно. Вот, дорогие друзья, это очень важно, потому что очень многие садоводы пишут, что как же так нужно подвязывать чуть ли не каждый вот этот стебель. Нет, нет, нет. Да. Давайте назовем еще сорта, как они называются. Да, это сладкое детское и детское лакомство. Не зря в названиях есть слово детское, потому что детям-то она очень нравится. Это не кормовая, это сахарная кукуруза, еще раз повторяю, потому что очень сладкая, вкусная. И вот насчет подвязки. Вот мы стоим, ну, первые растения, ну, у нас, видите, оно все поле стоит. Посмотрите, насколько прочный стебель. Вот я его качаю, трясу, он стоит, он стоит без всякой подвязки. Еще раз объясняю, потому что глубина заделки нормальная из семян. Ну, вот Ольга Алексеев сказала, что на целый палец нужно углубить вот это семечко. Для того, чтобы это так получилось, для того, чтобы это так получилось, это нужно хорошо подготовить почву, то есть ее перекопать, взрыхлить хорошенечко. Да, хотя бы сантиметров на 10-15, это обязательно. Если, как в старину уговорили, кукурузу сеять, когда цветет вишня, это будет как раз середина мая, где-то середина мая. То есть такие большие заморозки миновали, примерно через неделю она взойдет, и у вас уже будет все нормально. Там уже и не страшно будет никакие заморозки. Это очень похоже друг на друга, вот если початки рядом положить, то практически неотличимо. И по вкусу тоже. Вот я попробовала, вы знаете, кроме того, что сладкое, очень сочное. Вот из-за того, что это не рассадный именно способ выращивания, а фасив, то есть она не дошла до деревянного такого состояния, да? А именно прям спелые, сочные, очень вкусные, и детям понравится и взрослым. Да, но до деревянного состояния, если бы мы ее немножко пораньше посели, может быть, она не деревянная, она просто зрелая становится, зрелая, так скажем. Это на семена уже, когда вам нужно, если на семена, чтобы получить свои семена, но все-таки семена лучше покупать. Потому что мы не просто выращиваем семена, мы же ведем отбор. Отбор, да. Дорогие друзья, вот я, извините, перебиваю, но я хочу подчеркнуть, что здесь очень ведется тщательный, очень придирчивый отбор. И я просто была в изумлении, когда видела, что хорошие растения с хорошими плодами, на мой взгляд, они бракуются, реально бракуются. И поэтому то, что попадает в семена, вот в семена вот этих пакетиков, именно, это действительно качественное. Да, ну вот в связи с этим могут некоторые спросить, почему же такая невыровненная кукуруза. Могу пояснить. У нас вот идет основной стебель, она еще у нас кустится. Вот если посмотреть, то здесь видно, что из одного семечка выросло три вполне хорошо развитых стебля. Вот на главном стебле раз, два, три початка. И на боковых, вот еще два боковых, на каждом боковом стебле еще по початку. И в итоге пять початков с одного семечка. Дорогие друзья, вот абсолютно точно вы сможете не только свою семью накормить вот этими замечательными початками, но и заработать. Да, порадовать гостей, соседей, друзей. Вот она очень вкусная в вареном виде, если вы ее отварите. Она, кстати, вот в такой спелости, молочная-то спелость называется. Ну, уже начало молочная-восковая спелость. Молочная-восковая спелость, да. Она очень быстро варится с солькой, с маслицем. Вот тумат ешь. Просто действительно, это южная культура, которая выросла у нас в Нижегородской области. Это при том, что 2019 год отличился, но очень плохим летом. Июль и август у нас была такая вот пасмурная погода. Дожди бесконечные, еще и ветра. И вот смотрите, как это поле стоит. В это поле тут особого ухода-то не было. Нет, вот мы ее посеяли. Еще, чтобы получить вот такую кустистую кукурузу, главное соблюдать еще расстояние между растениями. Я думаю, что дачники не пользуются селками, а сажают вручную и сеют. Поэтому на сантиметров через 15 одно семечко, больше не нужно. Расстояние между рядочками сантиметров 70. То есть чистить не надо? Нет, не надо. Иначе будет початков меньше. Все-таки культура такая светолюбивая, теплолюбивая. Конечно, в засушливые годы, особенно в начальный период жизни этой кукурузы, нужно полив. Но в этом году мы ни разу не поливали, потому что влаги было достаточно. Ну а если вы еще позаботитесь о том, чтобы подкормить, то вообще у вас вырастет тут куст огромный, вот с большущими, хорошими початками. Еще, вот смотрите, дорогие друзья, мы стоим здесь у краевого растения, ничего специально не выбирали. Посмотрите, какие замечательные початки. Вот мы выламываем, вот, и он прекрасный, созревший, замечательный. Сейчас мы его при вас и очистим. То есть это действительно очень качественные семена, очень хорошие сорта. Еще раз подчеркну, вот это детская сладость и... Детское лакомство. Детское лакомство. Это прям вот оправдывает эти названия. Еще глубоко символично. Вот Ольга Алексеевна рассказала такой замечательный случай. 1 сентября, да? Да, 2 сентября утром прихожу на поле. У нас здесь висят на кукурузе шарики. То есть шарики с 1 сентября. 1-й А-класс, скорее всего, выездновская наша школа. То есть на шариках написано 1-й А-класс. Да, приземлились, зацепились за кукурузу и висели. Такое яркое пятно на зеленом фоне. Очень красиво. Так что 1-й А-класс. Мы ждем агронома в будущем к нам в ЦСАР. Специалисты нам очень нужны. Дорогие друзья, если вы еще не выращивали кукурузу, обязательно, просто обязательно приобретайте эти семена. Вот эти сорта сладкое детство и детское лакомство. Поверьте, они вам точно абсолютно понравятся. И своей урожайностью, и невероятным вкусом. Вы посмотрите, какие вот эти початки. Они плотные. Здесь промежутков между зернышками, пробелов, прогалов никаких нет. Вот они такие прям красивые, они жемчужины напоминают такого бежевого цвета. Бежевого, да, золотистые. Так что вот это абсолютно точно будет у вас и детское лакомство, и взрослого лакомства. Вот смотрите, мы не выбирали с вами. Вы початок почистили, я початок почистила. Да, да. И вот они какие ровненькие. Ровненькие, аккуратненькие, одинаковые. Вырастет у вас все обязательно. У нас Нижегородская область, настоящая средняя полоса. Погодные условия у нас как в качеле. То засуха, то дождь, то холод невероятный, то жара. Но тем не менее, вот эта кукуруза себя оправдывает. Эти сорта, они всегда демонстрируют стабильный результат. Обязательно посадите, если еще не пробовали, выращивать на своем участке кукурузу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok